Я хотел бы поделиться просто человек. На одном из выступлений говорил о том, вот как он распознает новые точки роста. То есть вот у нас есть открытый океан, есть открытый мир. Есть куча стран, в которые, в принципе, глобальный инвестор может инвестировать. А вот кого выбрать? Китай, Индию, Америку, Латинскую Америку. Может быть, в Аргентину стоит вкладывать, там какие-то реформы проводятся, что-то с инфляцией борются. И человек там вот изложил очень интересную концепцию. Он говорит, ребят, меня сейчас уже начинают признавать, да, одним из самых толковых инвесторов в мире. Я все вот эти вот книжки умные Бенджамина Грэма, Борона Баффета, говорит, я их вообще не читаю. Я сформировался под одним простым убеждением, связанным с тем, что экономический рост – это потребление. То есть для меня важны два критерия. То есть первое, что там происходит с рождаемостью? И второе, соответственно, какие взаимосвязи там с мировыми лидерами? Именно исходя из этого, например, я делал ставку в Китай в 80-х, 90-х, особенно в 90-х годах. Потому что Китай очень серьезно испортил отношения с Советским Союзом там в 70-х, 80-х годах. Там были выстроены правильные дипломатические отношения к Киссинджерам, да, которые, по сути, притянул в объятия Соединенных Штатов Америки и Китай. Получается, что туда направлялись потоки финансовые, с одной стороны. С другой стороны, там в 60-х, 70-х годах была высокая рождаемость. При этом, он говорит, реально цифры завышались. Вы на нас лучше не нападайте, нас так много, что мы вас просто массой задавим. С другой стороны, действительно была политика направлена на то, чтобы количество рождающихся детей было больше. И, говорят, для меня было понятно и очевидно, да, что начиная с нулевых годов у них подрастет новое поколение. Это поколение получает достаточно хорошее образование. У них есть государственная политика в области образования. Получается, это неизбежно выльется в рост так называемого среднего класса, который будет не выживать, а который начнет жить. Они будут потреблять то, что у них внутри производится. Опять-таки, это было выступление 2019 года, сейчас точно не помню. Тогда, говорит, Китай это мейнстрим. С нулевых годов растет двузначными темпами. Но, когда я смотрю, что у них происходит с населением, это скважина, которая исчерпывает свой собственный ресурс. Потому что население стареет очень активно. Ограничение рождаемости привело к тому, что у них коэффициент фертильности, соответственно, находится на низких значениях. Они не возобновляются. Получается, ты можешь построить заводы, ты можешь построить производственные мощности. Причем ты понимаешь, что у тебя закрывается постепенная экономика, и тогда тебе нужен внутренний потребитель, который это будет потреблять. А этот внутренний потребитель, он не подрастает, он не растет. И в этом ключе его слова были. Для меня самый большой must-have в настоящий момент является Индия, а еще в большей степени это Индонезия. И опять-таки, это было связано, что, в принципе, дружественные отношения ни с кем не конфликтуют. Есть сложности, связанные с карьерным ростом, кастовость. Что там, что там, то есть достаточно сложно расти. Но преимущество, очень высокая рождаемость, больше трех детей. У них растет производительность труда, они дружественно настроены, у них нет конфронтации, то есть они все это принимают. Нет языковых барьеров, что в Индии, что в Индонезии, да, они, в принципе, неплохо говорят на английском языке. Они стоят дешевле, рабочая сила стоит дешевле. Эффект базы, есть куда расти располагаемый доход. Значит, будет развиваться кредитование, будет развиваться банки. Значит, будут туда приходить компании. Дружественная настройка к международным инвесторам. С ростом населения, да, и ростом производительности труда. Нужно будет организовать производство внутри, нужно будет закупать оборудование, нужно будет обучать. Они будут делать все то же самое, в принципе, что делал Китай. То есть они будут этих людей отправлять в зарубежные вузы учиться. Технические, технологические. И те будут непосредственно возвращаться. Если мир начнет распадаться на регионы, крупные регионы, часть людей будет возвращаться непосредственно в свою территорию. И здесь получается, частично просто потому, что они получили хорошее образование в зарубежных компаниях, и этот опыт смогут применить здесь на практике. Та мировая фабрика, которой стал Китай в последние 20-30 лет, то есть значительная часть этих ресурсов, она может просто быть перенаправлена в Индию и Индонезию. Можно много говорить про сырьевые циклы, можно много говорить про долг мировой. Но если согласиться с этим мнением, имеет право на существование такая концепция, я, наверное, тоже с этим согласен. А что, в принципе, происходит с населением? Оно увеличивается? Оно уменьшается. Что с мозгами происходит? Они утекают или они притекают? Какая политика государства в этой области, связанная с развитием человеческого капитала внутри страны, и каким образом он развивается и удерживается? Если у тебя дружественная политика, то есть правовая, что защищено право собственности, то есть сначала тебе корпорации идут в твою экономику, потому что у тебя просто элементарно доходы населения низкие, они на эти деньги не выживают, они на эти деньги живут. То есть, опять же, если говорить про заработную плату, например, в Китае в 50 долларов в месяц, это не состояние выживания, а из-за того, что там хорошая температура, климат, нет адских холодов, человеку там достаточно одной миски в день, риса для того, чтобы жить, не выживать, они могут это позволить. То же самое и с индусами. Соответственно, первый поток идет за снижением издержек, а потом в дальнейшем по мере роста производительности труда, освоения новых производств, увеличения технологических процессов и доля этих процессов, которые делегируются от западных компаний непосредственно к местным компаниям, что и наблюдалось в Китае, приводят к общему росту экономики. Именно поэтому сейчас, наверное, приоритет за Индии. Если у вас высокая рождаемость, растут средние доходы населения, это новая точка роста. Это такая точка роста, на которую можно сделать ставку раз в 10-15 лет. Меньше телодвижения, больше эффективности, и сейчас такие вещи мало кто видит. Но еще раз я говорю о том, что это было заявлено в 2018-2019 год, прошло, получается, 5 лет. И через 5 лет сейчас у нас только Индия становится мейнстримом. За последние 2 года начали, наверное, говорить, когда производство начинает частично переносить в Индию. Если бы вы вкладывали в индийские компании 5 лет назад, какой бы был результат. Следующая точка роста, ребят, лайфхак, это Индонезия. Посмотрите более внимательно на Индонезию в настоящий момент. А чтобы не пропустить такие лайфхаки, подпишитесь на наш канал. Все это может показаться таким слишком долгосрочными историями, на 15 лет, когда новое поколение вырастет, зачем это надо. Ребят, мы говорим о том, что у нас люди бегают в поисках каких-то альткоинов, непонятных вещей для того, чтобы заработать иксы. Но надо же здесь, надо же прямо сейчас, надо же, а вдруг я угадал, а если потерял, то немного, а если выиграл, то тоже много. Здесь речь идет о том, о течении. Причем океанском течении. Численность населения, располагаемые доходы населения. А вот представьте себе, что население стандартно увеличивается. Каждая женщина рожает по 3-4 ребенка. Это норма, например, для страны той же самой Индонезии. Вы можете подумать, что тогда в такой стране, где это происходит, может быть через 20 лет. Что может быть тогда с недвижимостью? Все покупают виллы на Бали, но извините меня, вы посмотрите на Индонезию. Индонезия это не только Бали, там достаточно большая территория, на которой, например, я вот проехал весь остров вдоль и поперек, там много что можно посмотреть. Земля ограничена, в том числе и за нахождение рядом вулканов, то есть огненный пояс земли, который там находится, там не так много мест. С позиции инвестиций в недвижимость, с позиции инвестиций в банковский сектор Индонезии. Причем, опять-таки, из-за того, что это мусульманская страна, там риски, которые на себя берут банки, гораздо ниже, чем риски, которые берут банки, в принципе, в развитых экономиках европейских. Есть очень много вопросов, которые возникают. Чтобы ответить на них, мы разработали гайд для начинающего инвестора, абсолютно бесплатно. Забрать вы можете по ссылке в описании к данному видео. Начинайте свои первые шаги на пути инвестирования. Сложного там ничего нет. Ну, а что касается данного видео, как вы относитесь к тому, что ключевым моментом является не стоимость денег, не состояние экономики, не сырьевой суперцикл, а то, что ключевым для того, чтобы была прибыль в какой-то отдельно взятой экономике, все-таки являются люди. Люди, которые потребляют, у которых есть доход, для того, чтобы потреблять, для того, чтобы инвестировать, именно от этого активы, в том числе, начинают расти. Оставьте комментарии, что вы думаете по поводу этого мнения. Будете применять эту историю у себя на практике. Может быть, как-то по-другому посмотрите на Индонезию. И ваше мнение, что думаете по поводу России именно в этом ключе. Особенно последних инициатив, которые выдвигаются в отношении развития человеческого капитала в России. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok